приветствую дорогой зритель с тобой интернет-магазин semant меня зовут илья и сегодня очередной обзор распаковочка одной из комплектующих для систем водяного охлаждения а именно полноразмерного водоблока для видеокарты gtx 1080 asus strix от бальски на момент данного обзора на русскоязычном техно портале появилась новость о презентации данного водоблока от бальски а у нас этот водоблок лежит уже вторую неделю наконец я добрался до данного водоблока чтобы отснять на него видео обзорчик вот наш водоблок прибыли данные водоблоки к нам вот в такой вот упаковочке и воздушной пленки видимо производитель очень спешил с выпуском данного аватара и коробки еще к ним не заказаны а существующие стандартные намного меньше чем данный водоблок наш водоблок очень огромный вот от края до края больше 30 сантиметров в длину а в ширину он у нас 13 сантиметров это без выступа порта для фитингов а вес нашего водоблока довольно внушительный без каких-либо аксессуаров он весит 1522 грамма с бэкплей там 1830 грамм а с остальными аксессуарами винтами и заглушками 1884 грамма дизайн водоблока в стиле последних изделий от байкски линейки фоу это металлические накладки на акриловое основание с такими несимметричными вырезами ну не во всех случаях симметричными накладка имеет такой футуристический стиль на момент заказа у производителя данные водоблоки были только в красном цвете но когда появилась новость на тех на портале наличие уже были варианты и в белом цвете подошва водоблока выполнена из никелированной меди как и большинство современных водоблоков обработка основания не идеальная заметные следы работы фрезы но только в тех местах где будут прилегать силовые элементы это не сильно скажется я бы даже сказал совсем не скажется на теплопередаче потому что там используется не плотное прилегание чипа к подошве а используется термопрокладка которая имеет толщину больше больше 1 десятой миллиметра вот обычно это примерно толщина в миллиметра или полмиллиметра это не совсем не критично и никак не скажется на теплопередаче огромным плюсом для данного водоблока считаю возможность разбирать его по частям вот эти накладки они разбираются их можно снять и перекрасить под тот свет который вам нужно это будет очень полезно энтузиастом и модером сейчас я покажу как это делается по чтобы снять накладку нужно открутить всего-навсего четыре винта снимаются они очень просто без каких-либо усилий система распределения жидкости у данного водоблока стандартная для нынешних водоблоков это микроканальная система которая распределяет жидкость от середины до краев при желании данный водоблок можно установить на несколько видеокарт соединить их или специальным адаптером или вот таким слай мостом этот мост на два водоблока есть также именно 3-4 водоблока кроме самого водоблока в комплекте также идут backplate винты для крепления водоблока термопрокладки еще дополнительные винты две заглушки и инструкция с установкой с каждым таким устройством я очередной раз убеждаюсь что китай давно старается выпускать качественные вещи и если в строке вашего продукта написано производитель made in china не стоит к этому устройству относиться с предубеждением китай делает уже давно очень качественные продукты и данное устройство тому пример на этой оптимистичной ноте я хотел бы закончить спасибо что смотрел видео и досмотрел его до конца не забудь нас поддержать лайками и репостами подписка также очень приветствуется с тобой был интернет-магазин симонт меня зовут илья до новых встреч